Добро пожаловать на канал Neolife! Всех приветствую! И сегодня я хочу поговорить о новостях по криптовалютам. Так, биржа B3 станет первым в листинге Songbird. Торги начнутся 27 сентября. Об этом заявила Flare Networks. Ваш Songbird также будет распространен в этот день, то есть ожидаемое время, когда сеть Songbird станет доступной и стабильной. Да, сеть Songbird официально запущена и токены распределены, но вы не можете видеть и использовать их в данный момент, потому что не можете подключиться к сети Songbird. После настройки общедоступного RPC вы сможете подключиться и увидеть свои активы. Также еще новость. После нескольких недель голосования по комиссиям XRP Ledger наконец снизил базовый резерв учетной записи до 10 XRP, вместо, как мы знаем, 20 XRP, а резерв владельца до 2 XRP. По моему мнению, это делается для того, чтобы при повышении цены на XRP не было сильно дорого замораживать ваши XRP при создании кошелька. А они-то знают, что скоро пойдет XRP в рост. Также Дэвид Шварц утверждает, что либо банки держат XRP, либо нет. Если банки держат XRP, то это увеличивает спрос. Если банки этого не делают, то они полагаются на маркетмейкеров, которые держат XRP. По моему субъективному мнению, я думаю, что банкам невыгодно полагаться на маркетмейкеров, поэтому, скорее всего, они уже входят в XRP. Также Дэвид Шварц утверждает, что вы примите свой имплант XRP, и он вам понравится, гражданин. Такую странную вот запись он опубликовал 20 сентября 2021 года. Примечательно, что если внести в гематрию первую часть фразы, что вы примите свой имплант XRP, и он вам понравится, то мы увидим числовое значение, такое как 589. Как мы с вами знаем, это очень известное число в сообществе XRP. А если внести последнее слово из фразы, это citizen, гражданин, да, то мы получаем три шестерки. То есть Дэвид Шварц, как всегда, нам на что-то намекает. Понятно, наверное, только ему одному. Но так получается, что имплант с XRP будет ассоциироваться каким-то образом с числом 589. А сам человек, который получит этот имплант, с тремя шестерками. Хотя мы с вами уже знаем, что очень многие крупнейшие компании зашивают свои логотипы, как раз три шестерки. И компания Ripple не исключение. Также XRP Джокер утверждает, что разве вы не видите, после того, как XRP урегулирует, то отпадет необходимость в биткоине и эфире. Компания Ripple – это сердце, которое неизбежно станет новой финансовой силой мира. А XRP будет кровью, которой сердце качает по всему миру. Запомните мои слова, утверждает он. Также пользователи монеты Кит утверждают, что я думаю, что это последняя встряска криптовалют перед запуском золотого бока. Я ожидаю цели по биткоину 200 тысяч, по эфириуму 20 тысяч долларов, по XRP 4,5 доллара, заблокированные в SEC. И если они его урегулируют, то это может превратить его в 27 долларов. Предел общей капитализации рынка я ожидаю на уровне 11 триллионов долларов. Также пользователь TrueSick33 утверждает, что я согласен с тем, что биткоин никуда не денется. Однако его роль будет уменьшена до чего-то более низшего. Также по его мнению, что эфириум – это всего лишь бета-версия для платформ Web 3.0 и Flare Finance. Еще Шейн Элис говорит, что Goldman Sachs не позволит вам закрыть эфириум до эфириума 2.0. Это будет огромный памп. Массовая фома до декабря. А затем SEC, а также Гарри Гэнслер объявит эфириум ценной бумагой. После того, как мальчики из Goldman Sachs продадут весь эфир, конечно же, за счет обычных людей. Также еще Шейн Элис постит новость, что жители Швейцарии протестуют у замка Ротшильдов. На что он говорит, что это одна из причин, почему Брэд Гарлинхаус, а также Гарри Гэнслер, Ротшильды и Сатане нужен XRP, чтобы выглядеть угнетенными, неблагополучными. Им нужно, чтобы общественность поверила, что XRP это просто совпадение, что XRP это случайность. Именно сообщество XRP спасло его от гибели. Это единственный способ принять XRP в массах. Также пользователь «Сделай самоинвестирование» говорит, что мы почти подошли к концу бычьего цикла. И многие люди готовятся купить верхнюю часть пятой завершающей волны до глобального падения. По этому графику мы подходим к основанию решающей пятой волны цикла, после которой закончится бычий рынок. У вас еще есть время в сентябре-октябре, чтобы сделать ваши инвестиции в криптовалюту. Но ноябрь и декабрь ожидаются очень жаркими и бычьими. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok